Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! Ну что ж, мои хорошие, давайте я вам немножечко напомню о том, что я весна-осень прохожу чистку организма с помощью коры осины. Кора осина у меня взятая из лесу, так скажем, да? В лесу мне, значит, нарвали ее, так что и хранится она у меня в морозилке, то есть определенное количество я беру, что мне нужно, а остальную я в мешочек и храню я ее в морозилке. Сушить ее не нужно, а именно вот тем способом, о котором я вам говорю. Что я делаю с этой осиной? Я ее набиваю в литровую баночку, то есть я буду сегодня делать мужу, себе и деткам буду я делать пол-литровую баночку, им будет достаточно на определенный курс. Вот, пьется эта осина 3 месяца. Для чего она пьется? Для того, чтобы почистить наш организм. От всевозможных паразитов и микропаразитов. В общем, она хорошо чистит кровь, чистит наш кишечник. Так что избавляет от множества, от множества паразитов. В первую очередь я, когда начинала свое лечение, я, у меня была цель направленная на апстархоз. Но, когда я начала применять осину, и где-то через месяц, наверное, с меня вышел очень большой паразит. Очень большой. Что могу сказать? Пить нужно всем, без исключения, я так могу сказать теперь уже, да? Что могу еще сказать? В коре осины находится очень много дубильных веществ. И самое такое, что ни на есть, это витамин С. Витамин С, он просто тут вообще вот очень в большом объеме, так скажем. Но, много задают вопросов, что, а вот у меня, допустим, если я буду пить, это же разжижает кровь, и там будет мне плохо. Друзья, я никому не рекомендую. Я рассказываю о том, что, как я это делаю, да? Во-первых, мы пьем дозировочку, да? Я точнее, и моя семья. Мы не пьем это стаканами или там еще чем-то, да? Мы пьем чайными ложечками. Пьется эта осина два раза в день по чайной ложечке. Не в зависимости от еды, не в зависимости от того, что будете вы запивать или не будете. Можно запивать, можно не запивать. Пожалуйста, дело ваше. Пьется эта осина. Значит, этот состав, который мы будем сейчас с вами делать три месяца, около трех месяцев, даже так будем говорить. Больше-меньше, там уже в зависимости, на сколько вы ее набьете, да, и сколько у вас количество уйдет. Уходит приблизительно на литровую банку полторы бутылки водки, так будем говорить. Сейчас у меня самогонка. Самогонка хорошая люди сделали, то есть не страшно. Вот, последнее время я делала на водке и самогонка у меня была тоже, я ее применяла. Но в этот раз будет все-таки у меня самогонка. Вы, пожалуйста, если кто вдруг будет делать, пожалуйста, можно самогонку, спирт, водку. Ну, то есть, естественно, нужно хорошие спиртные напитки, чтобы не усугубить, да, состояние вашей печени и всего прочего. Нужно проверенные, качественные спиртные напитки. Вот, так что, что могу еще сказать? У кого, может быть, люди будут как-то опасаться камня? Я ничего не могу сказать, у кого много камней или там маленькие камни, потому что осина все-таки имеет свойство желчегонное. Я применяю осину и у меня есть камень желчный 14 миллиметров. Ну, не знаю, слава богу, я была на УЗИ и мне доктор, я у него спросила, я говорю, вы знаете, я периодически принимаю желчегонные средства, ну, я, то есть, не знала, да, что у меня камешек. И применяла, да, тот же Урсасан, который тоже способствует, да, как бы он разжижает желчь и холензим. Холензим – очень хорошее желчегонное средство, превосходное. Я пользуюсь им всю жизнь, можно так сказать. Ну, и тем не менее, все равно с помощью аписторха и всевозможных паразитов я нажила себе камень. В основном камни образуются из-за паразитов и из-за сгущения желчи. Начну с того, что если у нас желчь густая, то, соответственно, плохой отток желчи идет в кишечник, и тем не менее, да, вы начинаете страдать, как правильно выразиться, то есть люди начинают плохо ходить в туалет. Если у нас хороший отток желчи идет, соответственно, и стул наш вовремя, и налажено, и мы не знаем никогда проблем. Но есть и множество людей, которые страдают этой проблемой, и это действительно идет проблема из-за плохого оттока желчи. Вот. Соответственно, когда у нас большое количество паразитов, у нас и плохо работает поджелудочная, и желудок, и ферментов у нас не хватает, и мы начинаем страдать. Вот. Так что вообще много с того времени прошло, да, как у меня вышло первое видео про мой рассказ о паразите, что с меня вышло, да, и как я начинала травить. У меня вот эти вот истории начальные были. Много людей написало мне о том, что действительно много людей страдает, и много людей последовали вслед за мной, и много людей излечилось. Но я могу сказать, как излечилось. Люди, которые действительно умные, образованные, да, и понимающие в этом деле, будут не просто вот вы прошли, да, какой-то определенный курс, да, который я сама прохожу, и на этом вы забыли. И дальше у вас будут проблемы, пойдут, если вы дальше не будете весна-осень продолжать употреблять вот такую вот чистку, да. Эта чистка не только, знаете, просто убивает паразитов и бесследно. Она, во-первых, осина, она убивает не только паразитов, но и способствует заживлению, способствует нормализовать наш кислотно-щелочной баланс, то есть убирает изжогу, то есть плюсов много. И еще, я вот опять же повторюсь, восполняет витамин С. Где же мы можем получить витамин С в таком количестве, объеме, как здесь? Вот только здесь я вот теперь точно убедилась. Вот. Так, ну что, давайте будем, наверное, заготавливать осинку, да, вот, ломается она. Когда хорошо, когда не особо хорошо. Но мы можем ее не совсем ломать, а просто вот так вот сворачивать, да, и вложить в банку. То есть упаковывать ее туда. Просто вот так вот. Вот таким образом. Я ее уже промыла. Она у меня немножечко стекла. Все как полагается. Вот такая кора осины. Кто плохо знает, как она выглядит. У меня спрашивают, как выглядит кора осины. Ну, вот, я только могу вот так показать, как я могу объяснить. Вот. Так что набиваем. Стоит она у нас при комнатной температуре весь курс, который мы будем проводить. Пропускать не нужно. То есть, если вы начали пить, то пейте. Могу сказать одно, что, когда я начинала пить, могут ли быть какие-то побочные действия. Могут даже более чем, но этого не нужно пугаться, потому что, опять же повторюсь, паразиты есть у всех. Не в зависимости, как вы думаете, что вот она, опять же говорю, что пишут, вот она чушь тут несет, да не у всех. Они есть у всех. Поверьте мне, у всех. Вот. Так что, в смысле сбилось. А, про побочные действия. Побочные действия могут быть следующие. Я расскажу о своих и о том, что писали мне мои дорогие зрители. В общем, может быть, это когда вы начнете пить. Это, вот как у меня было, да, я выпью, допустим, утром, и у меня начинает чесаться тело. Вот чешется, как будто бы изнутри вот там вот что-то, да, и вот ты сидишь, чешешь. Особенно чесались руки и ноги у меня, вы знаете, вот просто сидишь, вот так, да чешешь, чешешь минут 30. Но, знаете, никаких там каких-то высыпаний или чего-то нет, а вот просто вот как будто бы изнутри там что-то вот такое вот возбуждение, да, этого происходит, да. Потом раз и проходит. Потом вечером опять начинаешь пить, и это может продолжаться весь наш курс, который вы начнете. Это ничего страшного. Может быть, неделю пройти, а может и месяц, и два. То есть по-разному может протекать. В зависимости, я говорю, микропаразитов у нас множество по крови гуляет. А токсинов сколько выдаёт апистархоз, вы послушайте. Они же туда и жизнедеятельность, которая у них, да, всё попадает в кровь. Они сидят в печени, и печень наш это фильтр, который фильтрует кровь. И, соответственно, это вот такое происходит. Что ещё может быть? Много мне писали, что девочки, которые пили первую неделю, у них было с утра отёчное лицо. Ещё были такие моменты, когда очень болели почки. Это воспаление в почках, которое идёт, и вот такую реакцию даёт. То есть это потом всё проходит. Ну, смотрите сами, я не знаю. Что ещё? Что ещё? Что ещё? Может быть, сонливость, вялость и всё прочее. Это ничего страшного. Это нормально. Я думаю, что до чистки организма чувствовали вы себя не лучше, так скажем, да? Вот. Сейчас, конечно, после того уже, как прошёл этот период, когда я почистилась, видите, она плохо ломается, её можно резать, можно просто вот так вот выгибать. Сейчас, конечно, намного лучше, легче. Что могу сказать? Легче намного стало. И появились какие-то жизненные силы и энергия. И прошла эта, вот знаете, вечная какая-то, как правильно сказать, не было сил просто, не было настроения. Ты просто какой-то вот ходишь. И я говорю, сейчас, наверное, совсем по-другому на жизнь стал смотреть. Вот возьму я себя, да? Другие взгляды, другие какие-то интересы, что-то хочется. Я не знаю, наверное, горы бы свернул, вот по-другому не назовёшь. Конечно, я не могу сказать, что, как мне, вот я опять же повторюсь, когда вот у гастроэнтеролога была, она сказала, трави своих паразитов и пройдёт твои тромбоциты и улучшится всё. Но это всё будет со временем. Конечно, она меня посылала травить медикаментозно, соответственно. Ну, благодаря вот этому чудо-растению, чудо-кореосине этой, да, я, наверное, стала жить заново, так скажем. Ну, вот, так что, набивайте, ну, можно ещё немножечко. Так, давайте, наверное, всё у меня. В общем, средство очень хорошее, замечательное. Ну, вот так можно набить всё. Всё, и заливайте. Ребятки, стоит это средство, ещё раз повторюсь, трое суток. И кто впервой начинает пить? Вот видите, сколько ушло у меня. Кто впервой начинает пить эту настойку? Сейчас я её закрою. Объясняю схему. В общем, смотрите, всё заново, чтобы ничего не напутать. Она у вас стоит на столе, в шкафчике, но не в холодильнике. И стоит она у нас с вами до окончания курса, не сцеживая, значит, да, её. То есть она с каждым днём набирает силу. Она, видите, сейчас светлая. Потом она будет темнеть, темнеть, темнеть. И будет как такой цвет, как коньяк, тёмно-коричневая. Садить её, опять же, повторюсь, не нужно. Будете вы её пить? Объясняю, кто в первый раз? Три дня она у вас отстояла, трое суток. И начинаете пить. По пол чайной ложечки утром и вечером три дня. По пол чайной ложечки утром и вечером. Не в зависимости от приёма пищи. Запивать можно хоть чем. Пожалуйста, можно не запивать. Как вы себя настроите? Она будет с каждым днём такая насыщенная, горькая. Ещё, скажем, у неё горечь такая будет, насыщенность такая у неё. Это нормально. Три дня вы по пол чайной ложечки попили. И уже на четвёртый день вы пьёте по чайной ложечке утром и вечером. И до окончания курса. Курс, я уже говорю, будет около трёх месяцев. Вот. Вы пиваете всё до конца. Как выпили, всё корой, то выкидываете и баночку моете. И до следующего, до осени. Осенью я тоже начинаю в конце августа, в начале сентября. Там в зависимости как соберусь. Прекрасное средство, отличное. Ничего не бойтесь. Самое главное, я могу сказать, вам настроиться на лечение. Знать о том, что вам это надо действительно. Кому не надо, лучше не начинайте. Есть многие люди, которые пишут слова благодарности. У которых прошла какая-то экзема на ногах, да, какие-то шелушения там дикие. Прошла аллергия. Один мужчина писал, что стал себя чувствовать как молодой. Вот. Много людей пишут со словами благодарности. Многие находят мои видеоролики и очень воспряли духом, да. Вот девушка мне писала, что ей очень плохо, она очень молодая и не знала, что делать. И очень много информации искала по поводу коры осины и нашла вот меня. И вот у нее такой вот, вот, в общем, она написала, что рада очень. Моя дорогая, лечитесь и ничего не бойтесь, и все-все будет хорошо. А вот, по поводу детей. Задают много вопросов. А можно ли давать детям? Друзья, я не знаю, можно вашим детям давать или не можно. Не могу про детей ничего сказать. Могу сказать одно, что вот у меня ребенок деткам 14 лет, а 11 и 4 года. И последний раз моего приема, вот осенью, да, я принимала этот настойку эту. И ребенку своему 4 годика я давала. Давала я ему чуть меньше чайной ложечки. И ребенок нормально как бы воспринимал. Ну, вы знаете, когда в ротик раз ему дашь, и она, соответственно, вся вот так в поязочку как бы разливается. Там же немножко, да, с капелек начинаешь. Водичкой запил и побежал. Могу сказать одно, что ребенок у меня стал поправляться. Лучше кушать. Потому что дети, они ведь... Мы гуляем в песке. Руки грязные. Дети постоянно подбегают. Дай маму печенюшку. Дай конфетку. И где-то руки в рот запихал. Где-то вот так по лицу махнул. Это все через воздух. Дети в первую очередь страдают. Не говоря уже о взрослых. А вот. И знаете, вот так вот я сегодня вспоминала, вот как проходило мое детство, да. Была я у бабушки, да, летом. Соответственно, были и кошечки, и собачки. И, соответственно, мы где-то копались в земле и на траве. И тут коровки ходят. И мы тут валяемся, играем. Ну, в общем, это детство, соответственно. И так же и песок было, все прочее. И я вот была таким слабоватым ребенком. Если мы... Мы, знаете, у нас не было в деревне у бабушки бани своей. Мы ходили в казенную баню. И там у меня постоянно... Меня намоет, да, бабушка. Мне было плохо. Меня сразу вот как-то холодной водой так отмахивали меня. А потом, я помню, с мамой пошли в магазин. И, знаете, у меня стало так темнеть-темнеть в глазах. И я вот чуть не упала в уморок. Это мне было... Ну, я не знаю, может, лет пять мне было. Вот это вот я хорошо-хорошо почему-то запомнила. И с того момента. И вообще вот тут на протяжении всей жизни как-то вот, не знаю, вот какая-то вот слабоватость была. Какой-то вот такой вот, не знаю, вот не было. Я вот сравниваю сейчас мое состояние и тогда. И могу сказать, что состояние, конечно, гораздо улучшилось. И я думаю, что и далее будет еще лучше. Вот. И через что я прошла, через какие круги, так скажем, ада. Но это, наверное, на всю жизнь я запомню, да, когда родился у меня третий ребеночек. И такое со мной случилось. У меня был жуткий какой-то кашель и постоянное першение. У меня болело горло. У меня был танцелит. Я лора замучила. Я ходила к этому лору. Она мне вечно гланды залазила лопаткой. Говорила, что это впервой такое, что я бесконечно вот так, кто гланды давит, да, и у меня там гной. Вот. И она мне выписывала антибиотики. Я тратила кучу денег. И толку было ноль. Понимаете? Вот. Что могу сказать? Были вот такие моменты, когда, знаете, какие-то небольшие расприщечки, какой-то соскачет, и начинаешь чесать его. Когда вот я, кстати, пришла к гастроэнтерологу, и она говорит, а у тебя нет такого, что вот раз в день что-нибудь соскачет, и начинаешь чесать. Я говорю, да, такое есть. Особенно вот началось после рождения третьего ребенка. И она говорит, это первые признаки твоих паразитов. Вот. И, знаете, я прошла кучу обследований. Я и делала, и наликоз сдавала деньги, платила. И бесконечно сдавала общий анализ крови и в инвитро, и в КДЛ, вот в Кемерово. И вы понимаете, вот у меня линейка анализа была нормальная, так скажем, а тромбоциты были уго-го завышенные. И вот гематолог мне говорила, что если бы у тебя был какой-то ликоз крови, да, то бы у тебя бы железо было низкое, а то ведь оно у меня в норме. И вот они разводили руками. Ну что это? Ну, я им еще задавала вопрос, ну, может быть, это паразиты. Они, у нас такого не было в практике. Мы не знаем, да не знаем. А вот, а вот, а вот, вот, знаете, вот такое вот. Все руками разводят, и когда я говорю, стало, наверное, мне страшно за свою жизнь, я тогда уже задумалась, ну, что-то мне нужно делать, иначе я чувствую, что мне все, с каждым днем все хуже и хуже. И были такие моменты, я даже не могла встать, у меня не было просто сил. Мне надо было кормить ребенка, да, он еще тогда был маленький, а мне просто не было сил. Я не могла просто встать, я не хотела не есть, я ничего не хотела, мне вот было жутко плохо. Вот, эти моменты, конечно, не дай бог вспоминать, у меня были жуткие головокружения, я встать не могла неделями, мне просто было плохо. И поймите, то, что дают паразиты, это просто ужас. И я теперь поняла, что все наши проблемы, все наши вот эти болезни, это в большинстве случаев это от паразитов. Много писали мне, кстати, что нормализовался сахарный диагет, сахар в крови. Нормализовалось, простите меня, пожалуйста, тут детки у меня на заднем плане, нормализовалось давление. В общем, очень куча положительных моментов, которые люди мне писали. И я очень-очень рада, что смогла тем самым, пройдя через сама круги вот эти, да, помочь кому-то. Это очень здорово, и мне кажется, это дорогого стоит. Вот, так что, мои хорошие, буду сейчас готовить еще осинку. И буду ждать три дня. Я сегодня мужу говорю, ты будешь со мной продолжать пить? Он сказал, да. Кстати, мои дорогие, немножечко еще подведу, так скажем. Вот, сейчас, секундочку. Могу сказать одно, что, поймите, не у каждого могут быть побочные какие-то действия. Я возьму, например, своего мужа. У него тоже было давление поднималось. Вы знаете, просто внезапно у него давление всегда было 120 на 80, а тут 140-150. До приема этого всего, да, мы проходили УЗИ печени. Печень была увеличенная. И когда он у меня пропил, это все, но, то есть, все нормализовалось, да, слава богу. Но никаких побочных действий у него не было. Ничего с него не выходило, видимо, я глазом, да, может быть, что-то там мелкое или какое-то, да. Но ничего он такого не чувствовал. И может быть, то есть, бессимптомно, то есть, вы пьете, и никаких побочных действий не может не быть. Вот. Так что пьем мы всей семьей. Проходим курс весна-осень всей семьей. И чувствуем себя, слава богу, в порядке. Так что, вот так. Что могу еще добавить? Я не знаю. Вроде бы рассказала уже все, что можно. Что можно еще добавить? Ну, все сказала, как пить сказала. В аптеке можно приобрести эту каруасин. Если у вас нету, да, возможности принести ее из леса, то можно приобрести в аптеке. А если же вы из леса принесли, то обязательно в морозилочку сушить не надо. Достали, промыли. И все. И, пожалуйста, заготавливайте. Ну, все. А старшие дети у меня пьют по чайной ложечке утром и вечером. Так что, результат потрясающий. Все. Больше не могу ничего сказать. Одни только плюсы, минусов. Я пока для себя никаких не открыла, сколько уже пила. Так что, друзья, кто еще не пил, начинайте пить. Я уже буду сразу пить по чайной ложке. Я не буду по пол чайной ложки пить. Я буду сразу по чайной ложечке пить. Потому что я уже пила и не раз ее. А для тех, кто уже повторюсь в первый раз, то по пол чайной ложечки три дня. А потом уже по чайной ложке до окончания курса. Все стоит на столе или шкафу. С каждым днем она темнеет. Горечь такая наступает сильная. Это все нормально. Вы потом привыкнете. И все будет хорошо. Ну что ж, мои хорошие, спасибо за внимание. Кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Следите далее за моими. Я буду, конечно, пить и буду вам рассказывать свои ощущения. На данное время, которое будет у меня. Как вообще будет протекать у меня все. Будет ли что-то еще, какие-то моменты. Все буду вам рассказывать. Я никуда не теряюсь. Я веду свои домашние влоги. И, пожалуйста, присоединяйтесь на мой канал. Смотрите. Будет интересно. Буду рассказывать каждый день. Все. Всем пока-пока, что ли. Субтитры сделал DimaTorzok